Здравствуйте, программа Культ Личности в эфире. Сегодня в нашей импровизированной студии очередной гостной из МСИ. Сейчас должны были фанфары, прошу любить и жаловать. Так что другой играет, не фанфары. С приездом, во-первых. Спасибо. С прилетом. Как долетел? Хорошо. Сразу оговорюсь, почему на «ты», спросила до интервью, как обращаться, сказали только «ты». Правильно? Хорошо. Ну, смотрела инстаграм. Фотография с небом над Благовещенском, я так подозреваю. Я думаю, что это еще не Благовещенск все-таки. Замечательная подпись. «Благовещенск все ближе. Это благая весть. Облака лежат крылья с шершавыми языками. Ваших рук я пока не вижу, но время еще есть. Разберемся вечером с криками и руками». Это такой анонс. Ну, небольшой, да. Хорошо. Ну, что ждет зрителей? Потому что я сейчас сразу оговорюсь для наших зрителей, телезрителей. Мы записываем интервью до концерта. Остаются буквально считанные минуты, да? Что ждет Благовещенцев? Ну, значит, во-первых, сегодня впервые со сцены будет исполнена песня «Коррозия хип-хопа». Это наш новый сингл. Он будет презентован широкой общественности только завтра. Выйдет и клип, и сингл на iTunes. Но, повторюсь, впервые со сцены эта песня прозвучит здесь. Мы ей откроем концерт. Помимо этого мы приготовили ряд вещей, которые очень давно не играли. Я думаю, видео с этого концерта сразу смогут снискать большую популярность в пабликах, связанных с творчеством группы, потому что реально какая-нибудь песня палева не звучала со сцены уже тысячу лет. Но сегодня, наконец-то, мы это сделаем снова. У нас произошел небольшой эксцесс. Дело в том, что половина группы, да, не попала в Благовещенск. Их не посадили на борт и не привезли аппаратуру. С московскими пробками прекрасными. Вот мы с диджеем Саффордом приехали чуть пораньше, а ребят приехали чуть попозже. Мы успели, а они нет. Поэтому мы сегодня будем триумфально выкручиваться вдвоем. Уже составили программу, хорошенько отрепетировали на суммчеке. Я думаю, что это будет интересно и для нас, и для наших зрителей. Я не знаю, слышат ли наши телезрители, как зрители сейчас буквально узнали, кричат но из МС. Вообще приятна такая поддержка? Ну, конечно, да. Ну, уже как-то привыкли, ну, как-то само собой. Нет, приятно, конечно. Благовещенск первый город среди дальневосточных гастролей, такой пункт дальневосточных гастролей, да? Да, и так же было в прошлом году. Именно поэтому вам достается самый жирный эксклюзив, друзья. У-у-у, рад же ты сейчас так делать. Почему предпремьерная песня именно в Благовещенске? Так с чем-то связано или просто... Ну, это не то чтобы концептуальное решение, ну, просто вот она уже готова, не терпится ее исполнять, и Благовещенск первый город в этой части тура, поэтому, поэтому так. Ну, сейчас гастроли... Не буду обманывать, что это какой-то хитрый план, конкретно для Благовещенска, но Благовещенску определенно в этом отношении везет уже второй год подряд. Хорошо, так же смотрела Инстаграм, очень много фотографий с детьми. Дети вообще как провожают на гастроли тебя? Неохотно отпускают, требуют покупать срочно билет, чтобы лететь вместе со мной, вот, но, конечно, этого не случается. А что-то привозишь с гастроли? Есть такая обязанность? Ну, что-то привозу, конечно, они ждут, когда я возвращаюсь с пояски, чтобы я что-то привез, да. Но традиций нет никаких, там, магнитики, слойники, чебурашки? Ну, магнитики... Дело в том, что долгое время у нас в квартире холодильник был с деревянной облицовкой, поэтому славная традиция привозить магнитики... Не пришлась? Нет, она была долгое время, но потом мы вот переехали в эту квартиру, где прожили там три года, что ли. Поэтому магнитиковая лихорадка ненадолго нас отпустила, но, кажется, сейчас новый холодильник металлический, и, возможно, магнитик опять будет в ходу и в цене. Ты строгий папа? Да. Я, ну, в каких-то моментах, да, вообще, я, конечно, папа довольно либеральный. Ты такой папа-друг, наверное, да? Ну, скорее так, да. Хорошо, ну, а вообще в воспитании какую роль тебе наводится? Такой кнут, пряник, я не знаю? Нет, ну, любое воспитание – это сочетание кнута и пряника, вопрос только в пропорциях. Вот, об этих пропорциях, наверное, все-таки не мне судить. Ну, сказки, ну, да, конечно. Песни поешь на ночь? Песни пою, но, как правило, не на ночь, нет. Значит, перед сном у нас процедура – это сериал, который идет уже 3 или 4 года. Я рассказываю сказку про путников. Путники – это команда космических спасателей, состав очень разношерстный. Значит, это мышка Пипика, она компьютерный гений, избежала злобного ученого, который ставил опыты на мышах. Она, собственно, их предводительница и вообще главный инициатор всех, так сказать, движений. Там есть человек-паук, робот-дробик, который похож на Вали и на R2-D2. Да, это вот пополам. Чужой, ну, как чужой из фильма, только добрый. Лесное чудовище, разумно говорящий на планетный слон в скафандре, мишка Коала и все, семеро, да. Ну, персонажи еще будут появляться, я так понимаю, да? Они периодически появляются, да. Иногда дети, увлекшись каким-то новым, я не знаю, лего-конструктором или каким-то персонажем из мультика, всячески просят добавить кого-то в историю. И периодически появляются новые, да. Вообще, в Путнике, собственно, такая команда собралась именно таким образом, потому что… Своеобразная Санта-Барбара, да? Это Санта-Барбара, не имеющая до конца и края, и, в общем… Я уже потихоньку, когда уже испытываю кризис в поиске сюжетов, я уже начинаю пропитать потихоньку книжки Пелевина, которые я недавно прочитал, или там голливудские блокбастеры пересказываю. Вот, ну, все. Так это же может быть классная традиция, которая будет передаваться… Я вот думаю, какой будет эффект, когда они вырастут и посмотрят, и прочитают оригиналы. Вот, что будут испытывать и эти времена. Хорошо, ну и вопрос, время, я понимаю, поджимает. Вопрос, который не могу не задать, сейчас гастрольный тур более-менее такой стабильный, да. Были времена, когда концерты отменяли. Вот сейчас какое-то облегчение или, наоборот, не хватает какого-то драйва, какого-то момента? Ну, я прямо скажу, большого драйва в том, что на сцену вылезают люди с автоматами и прекращается концерт. Ну, то есть, получается классный видос, очень романтичный, спору нет. Адреналин, в конце концов. Да, и все такое, но, в общем, я не особенно грущу по этим временам. Хорошо, ну и напоследок, можно ли какой-то фристайл для зрителей амурского класса? Нет, только на сцене. Я фристайлю только на сцене теперь. Вот так, вот так. Вот такая традиция. Спасибо большое, это была программа «Культ личности». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова